Это один из платных водоемов края. Здесь круглый год отдыхают, рыбачат и просто дышат свежим воздухом тысяч человек. За символическую плату чистый, благоустроенный водоем. Но комфорт может закончиться. В следующем году водоемы страны станут бесплатными, то есть выйдут из частной собственности. Вроде бы здорово, но не всем. Пока одни любят отдыхать дикарем, другим нужен сервис. По всему миру платные водоемы есть, и это абсолютно нормально, еще раз говорю. Но платный водоем подразумевает предоставление услуг. То есть он почему и называется платный, что ты платишь не за рыбалку. Рыбалка там может быть абсолютно бесплатной. Ты платишь за нахождение на территории определенной, на то, что у тебя там лодка может быть припаркована, горячая вода. Люди платят за сервис. В Алтайском крае всего три района для платной рыбалки. Первомайский, Калманский и Алтайский. В общей сложности где-то 20 водоемов, пояснили в АКЗС. Цифра небольшая, но если и она исчезнет, то те же рыбаки лишатся не просто отдыха, но и тренировочной площадки. Во-первых, и соревнования будет проводить сложнее, потому что здесь мы, допустим, в том же Сорочьем логу мы договариваемся с арендатором, мы сгораживаем территорию и проводим там соревнования. Причем мы знаем, что это место полностью будет закрыто под нас. Мы, соответственно, со своей стороны уберем весь мусор, наведем порядок. Вот тот самый водоем Сорочий-Волога. Постоянное место чемпионата в порыбной ловле. Больше 10 лет арендует водохранилище Владислав Арский. На благоустройство территории, это новые беседки, охрана, взрывление водоема. Он ежегодно тратит больше 2 миллионов рублей. А за пользование инфраструктурой берет с людей всего 300 рублей. Кстати, после того, как заговорили об отмене платных водоемов, говорит, желающих заниматься этим бизнесом поубавилось. До сентября 2019 года надо было подать заявку о продлении договора. И вот такую заявку подали только мы. То есть, получается, в 2020 году сейчас существует только один водоем. Другие напугали, что у них смысла никакого нет, что они все равно заберут его по закону? Я думаю, что да. Беспокоятся и власти. Депутаты и Минприрода региона вышли с инициативой отменить действия закона на территории края. Поддерживают идею и во всей Сибири. Самое обидное будет за те предприятия, организации, которые уже вложили туда достаточно средств, что будет потом. Потом, скорее всего, в течение года-двух, там все ценные породы рыб, которые были там разведены, они просто не станут. И такие прецеденты есть. Самый наглядный пример – пруд коралл в казенной заимке. Сначала он стал бесплатным, потом бесхозным, а потом безрыбным, так как всю рыбу выловили сетями за пару месяцев. Пару лет назад из-за многочисленных жалоб от местных жителей на якобы доносившийся шум с водоема, арендатору пришлось убрать шлагбаум. Хлынул в поток людей, с ним и огромные груды мусора. Причем даже беседки были пущены на дрова. И тогда жители, которые писали эти жалобы, взмолили арендатора вернуться и навести порядок. Кстати, отмена платников отразится и на турпотоке, уверены депутаты. Мы преследуем главную цель, понятно, любительское рыболовство, удовлетворение собственных нужд, спорт, ну и самое главное, привлекательность туризма. И сегодня многие в Алтайский край едут, вы знаете, не только достопримечательности посмотреть Алтайского края, но и в то же время на охоту и на рыбалку. Добьемся ли отмены на Алтае, пока говорить рано. Но добиваться этого будут вместе и рыбаки, и власти, и депутаты. Валентина Аскирова, Андрей Печоркин. День с толком. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова